Хороший Китай. Вот на самом деле попробуйте сейчас в голове вспомнить название нескольких брендов китайских, которые бы вы могли назвать хорошими. Я думаю, что Muir точно будет в их числе, но если до этого в основном эта компания специализировалась больше на гитарном железе, то теперь мы рады Muir поприветствовать в рядах Pro Audio. И сегодня у нас на обзоре сразу два аудиоинтерфейса от этой самой фирмы. Muir Step 1, Muir Step 2. Один младший, второй старший. Чем они отличаются и на что они способны, будем выяснять с вами сегодня вместе на канале Давай Запишем. Где я приветствую вас и напоминаю, что здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Это два внешних аудиоинтерфейса на два канала по входу и два канала по выходу. Стоит отметить, что они крайне бюджетные. Это может кого-то зацепить, с одной стороны. С другой стороны, не рассчитывайте на то, что здесь будет что-то умопомрачительное, крутое. В том числе и по функционалу здесь всё крайне аскетично и при этом максимально по делу. Давайте сравнивать один интерфейс с другим. В первую очередь, различие нас ждёт уже на входных каналах, ведь на старшей версии мы имеем два микрофонных предусилителя. На младшей версии всего лишь один канал оборудован микрофонным предусилителем, это можно понять по комбинированному разъёму. Также в первый и второй канал и на первой карточке, и на второй карточке мы можем подключать какие-то линейные источники. И можем, конечно же, подключать инструменты, потому что Moer, а куда же тут без инструментальных подключений? И чуть-чуть попозже мы обязательно с вами послушаем гитару, которую мы подключим напрямую в линию, и дадим какую-нибудь небольшую эмуляцию гитарного усиления. Выход для наушников также расположен в той же самой части, где у нас и входные разъёмы. Что интересно, это регулятор в виде такого колесика. Ох, давно я не видел подобные регуляторы громкости на устройствах, тем более на профессиональных. Последний раз у меня был ноутбук от Siemens, такой огромный-огромный ноутбук, и там вот был подобный регулятор колесиком. Было достаточно интересно вспомнить былое, увидя такое управление на аудиоинтерфейсе. Переместимся на лицевую панель. Здесь у нас всё основное управление по громкостям и усилению, а также индикация. Стоит отметить, что и первый, и второй канал имеют раздельные ручки усиления, первый, и второй канал имеют раздельную индикацию. Можно переводить в инструментальный режим отдельно как первый, так и второй канал. Можно подавать фантомное питание. На старшей версии логично фантомное питание пойдёт и на первый, и на второй канал. На младшей версии фантомное питание пойдёт лишь на комбинированный разъём, потому что, повторюсь, микрофонный предусилитель здесь всего один. Мониторная функция и достаточно интересна S-Direct, она здесь обозначена. По сути, это переключение стерео-моно, то есть каким вы будете у себя в наушниках слышать звук с входных разъёмов. Будет ли это звук строго по центру, или, допустим, левый канал у вас пойдёт в левое ухо, правый канал, канал номер два, пойдёт в правое ухо. То есть будете ли вы слышать стерео. Это очень удобно, особенно если вы имеете дело со стереоисточником по входам. Также мониторинг мы можем настроить с помощью регулятора Mix. Можем выбирать соотношение прямого сигнала к сигналу, приходящему с компьютера. Есть отдельная ручка для управления громким контролем. Это здорово, что есть отдельная ручка под наушники и отдельная ручка под громкий контроль. Кстати, раз уж мы с вами говорим про наушники, стоит отметить, что усилитель для наушников, на удивление, здесь установлен добротный. И я был удивлён, когда 32 Ома, которые я сюда подключил, были раскачаны с достаточно большим запасом по громкости. Так что на этот счёт здесь всё в порядке. Обратим своё внимание на заднюю часть корпуса. Здесь имеется пара разъёмов на выход. На старшей версии, в отличие от младшей, мы найдём MIDI-интерфейс на вход и на выход. То есть сюда уже можно будет подключить какую-нибудь MIDI-периферию и USB-разъёмы. Почему их здесь два? На одном аудиоинтерфейсе и на втором всё на самом деле очень просто. Сейчас мы работаем от компьютера, мы заняли один USB-разъём, но когда дело дойдёт до мобильного устройства, если вам нужно будет поработать на iOS или на Android-устройстве, а их поддержка здесь заявляется, то для этого мы будем использовать сразу два USB-разъёма, один из которых будет подавать необходимое для работы аудиоинтерфейса питание с помощью, естественно, внешнего блока питания. Коснёмся начинки. Во-первых, преобразователи, они позволяют нам писать в качестве до 24 бит на 192 килогерца. Мы, кстати, весь сегодняшний ролик пишем с помощью этих аудиоинтерфейсов, используем нашу петличку усиления, вы можете своими глазами наблюдать на этом регуляторе. 48 килогерц, 24 бита, всё по классике. Усиление максимальное микрофона, это до 50 дБ. Ну как видите, у нас ручка выкручена почти в максимальное положение, при том, что это конденсаторный микрофон. Мы послушаем это усиление чуть-чуть попозже на динамическом микрофоне, чтобы понять, а хватает ли этой цифры для работы, ну по крайней мере, с ручным динамическим микрофоном. Что ещё стоит упомянуть, так это драйвер, на котором работают сегодняшние аудиоинтерфейсы. Это фирменный ASIO драйвер от Moer. Здорово, что они не работают на общем ASIO for all, что у них есть свой собственный внутренний ASIO драйвер, так что не забудьте обязательно перед началом работы скачать его с официального сайта. Драйвер нам даёт Windows 2 канала на вход, 2 канала на выход, и у рабочей станции, естественно, мы с вами получаем 2 канала на запись и 2 канала на воспроизведение, с которыми уже в дальнейшем можно работать. Если всё же прикасаться к истокам Moer, то опять же, это гитарные различные обрабатывающие приборы. И здесь мы хотим сделать акцент, во-первых, на задержке, которую вы сейчас видите у себя на экране, потому что это важный фактор, особенно когда вы играете в режиме реального времени с обработкой на эмуляторе у себя в компьютере через рабочую станцию или просто в отдельном standalone приложении. Но помимо всего прочего, мы бы хотели провести небольшой гитарный тест, подключить гитару напрямую к аудиоинтерфейсу, к одному из этих аудиоинтерфейсов, и послушать гитарный звук с обработкой через эмуляцию гитарного усиления, как с этой задачей справляются наши сегодня интерфейсы. Поддержка устройств, а именно с чем будут работать сегодняшние аудиоинтерфейсы? Mac, PC, как мы сегодня, например, и различные мобильные устройства, о которых уже шла речь чуть ранее. Напомню, что это iOS и также Android через OTG. Что идёт в комплекте? Комплектуха здесь на самом деле не царская. В принципе, нам дают обычный провод, это обычный USB Type-A на USB Type-C. Опять же, для работы с компьютером такого набора хватит, но если вы хотите работать с мобилками, напомню, вам нужен дополнительный источник питания, чтобы запитать второй USB-разъём. По компьютеру, по USB-шине компьютера необходимое питание на аудиоинтерфейсы поступает. Сейчас проведём ещё один небольшой тест. В нём нам будет помогать наш динамический ручной SEV7. Я ненадолго замолчу, произведу небольшую перекоммутацию. Провод XLR и свои пятнички я подключу вот сюда. Настрою усиление и немного поговорю с вами, чтобы вы смогли составить своё мнение о звучании динамического микрофона вместе с преампами, вместе с преобразователями сегодняшнего аудиоинтерфейса. 1, 2, 3, 4, 5. Эй, эй, эй. Так, нет, перегружаю. Вот, я почти по усилению, я почти в максимальном положении. Очень сложно поймать вот эту, вот эту грань, в принципе, потому что стоит сделать усиление на миллиметр побольше, и вы все прекрасно знаете, как это работает. Оно начинает просто стрелять. Но сейчас более-менее мы имеем нормальную стабильную картину, которую можно слушать, которая не перегружает. И, в принципе, для ручного микрофона такого усиления хватит. С другой стороны, я достаточно близко к микрофону нахожусь. Я говорю достаточно громко. И если взять что-то более требовательное, например, какой-нибудь динамический, но более дикторский микрофон, то для него здешнего усиления может не хватить. И в таком случае я бы все-таки рекомендовал в работе вам использовать небольшой микрофонный предусилитель, микрофонный активатор, ролик на который, обзор на который мы делали уже у нас на канале. Зайдите и обязательно посмотрите, потому что тема очень и очень интересная. Ну, я думаю, осталось провести финальный тест, в котором мы послушаем эти аудиоинтерфейсы, записав сразу двух исполнителей параллельно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это действительно бюджетный сегмент. На момент снятия ролика цена на такие аудиоинтерфейсы варьируется где-то лежит в районе 10 тысяч рублей. Может быть, побольше, может быть, поменьше. Сейчас, конечно, с ценами времена нестабильные. Но всё же, знаете, на мой взгляд, 10 тысяч рублей, это действительно очень хороший ценник на подобные устройства. Они малошумные, что стоит признать. Они заточены под работу с гитарами, потому что, как мы все с вами прекрасно знаем, Мойры славятся своими гитарными примочками. Опять же, в зависимости от задач стоит выбирать либо младшую, либо старшую модель. Если вы думаете, что вам понадобится записывать два микрофона, возьмите модель с двумя микрофонами-предусилителями. Если вам будет достаточно подключения одного микрофона, или вы просто берёте аудиоинтерфейс для музицирования при подключении напрямую в линию, возьмите младшую модель. Я думаю, она перекроет все ваши хотелки и все ваши нужды. Можно подключаться не только к стационарному компьютеру, можно подключаться и к каким-то мобильным устройствам. Есть фантомное питание, но это в целом уже стандартно. На старшей карте есть MIDI-интерфейс. Если вы пользуетесь MIDI, я, например, MIDI не пользуюсь почти что в своей работе, поэтому я бы всё-таки выбрал младшую. Ну и, естественно, мониторные различные функции. Есть раскидывание по стерео мониторного звука, который к вам приходит на входные каналы. Это тоже можно использовать, чтобы более комфортно устроить звук у себя в наушниках, если вы записываете какой-то стереоисточник. Например, если вы подключили в линию стереоклавиши, и вы хотите свои клавиши слышать с двух сторон благородным стереом. Напишите, что вы думаете по поводу сегодняшних аудиоинтерфейсов. Напишите по поводу их звука. Возможно, вы знаете другие аудиоинтерфейсы, которые, может, стоят дешевле и превосходят на голову Muir, которые мы с вами сегодня рассматривали. Напишите их название. И если даже это аудиоинтерфейсы с AliExpress, я думаю, что мы попробуем их достать и обязательно сделаем обзор на это чудо, которое вдруг окажется лучше, чем Step 1 и Step 2. Друзья, напоминаю, что это был канал Давай Запишем. Напоминаю, что здесь мы с вами говорим про аудио. Не забудьте подписаться на канал, если вы здесь недавно. Не забудьте отблагодарить нас лайком. Ну и штатно напоминаю, что за мной лично вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы можете лицезреть у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Только на Step 1, да? Нет, да, конечно. Это то же самое. Окей. Кстати, я заметил, что они очень странно сделали. Одна повыше, да? Нет. Типа, что на одном название сбоку записано, а на другом по центру. Странное стилистическое решение. Почему не сделать одинаково? В смысле, а сзади? Да, да, да. А, и этого не видно. Стоп, ну, щас.